Урфинджус Проект получил почти миллион рублей из фонда президентских грантов. Такая помощь существенно повышает уровень и расширяет постановочные возможности спектакля от количества привлекаемых творческих сил в постановку до уровня декораций и костюмов. Мне хотелось, чтобы это не было самодеятельностью и не выглядело дешево, чтобы дети получали в этом огромное удовольствие, находясь в красоте. А создать красоту, особенно в постановке спектакля, соответственно, для этого нужны деньги. Поэтому грант – это одна из финансовых возможностей и наше спасение в том, чтобы эта идея осуществилась. Начинающие актеры репетируют наравне с профессионалами. Постановка обещает быть грандиозной. Это очень будет масштабное, очень густо населенное зрелище. Ну, собственно, и сказка такая. Урфинджус и его деревянные солдаты, как вы знаете, там задействованы большие массы народа. Для кого-то из юных актеров – это первая постановка, а кто-то уже играл на большой сцене. Но каждый из них с нетерпением ждет премьеры. Мне это интересно. Как это актеры на сцене играют? Вот решила тоже попробовать на сцене сыграть. А я хочу получить самую важную роль. И я хочу сыграть на сцене свой любимый спектакль. Премьера спектакля состоится 30 ноября в Архангельском театре драмы. А после коллектив займется постановкой «Сказки Козлова». Этот спектакль театральная студия «Время добра» планирует показать в Санкт-Петербурге. Екатерина Исакова, Денис Линчевский, Архангельское телевидение.